У нас в этом месяце анонсировали уже предоставление субсидий по модернизации, по лизингу оборудования. Средний и малый бизнес работает не в самых простых условиях. В то же время период пандемии, а затем зарубежных санкций заставили предпринимательское сообщество мобилизоваться и нарастить свой потенциал. Значительные силы государства также направлены на поддержку бизнеса и развитие предприятий разных отраслей. Правительство сейчас смотрит, чтобы предоставить льготные кредиты для таких предприятий, которые будут возобновлять производство. И существует сейчас у нас такой фонд микрофинансирования, который сейчас рассматривает выдачу кредитов. Раньше он давал до трех лет, до года, а сейчас до пяти лет. И ставка там тоже намного снижена и меньше, чем в банках. Поддержать предпринимателей Одинцовского округа всегда готовы члены областного отделения «Опоры России», которое выступило организатором круглого стола в библиотеке номер один. Как отметила Светлана Налепова, участникам встречи постарались как можно более полно рассказать о новых возможностях для бизнеса и изменениях в законодательстве. Наша задача поддержать морально и физически даже, с помощью каких-то поддержек. И наша задача поднять, может быть, немножко эмоциональный уровень в позитивную сторону для того, чтобы наши коллеги, наши предприниматели могли развиваться даже в это непростое время. Социальное предпринимательство – одно из главных направлений. Бизнесмены могут получить на эту деятельность грант в размере 500 тысяч рублей. Такой возможностью в прошлом году воспользовались более 260 предпринимателей округа. В этом году грантовый фонд еще больше.